Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы грунта и воды в нескольких местах. Берег в районе подвесного моста теперь украшает полоса выброшенных на берег нефтепродуктов. Исследования будут проводиться на содержание нефтепродуктов в воде. Они нормируются в соответствии с требованиями гигиеническими нормативами. Определена предельно допустимая концентрация содержания нефтепродуктов в воде. Посмотрим, на какой степени загрязнения находится данная акватория. Специалистам придется установить, каким образом вещество, похожее на мазут, попало в воду. Вероятнее всего, разлили их в другом месте. А на берег залива Крестовая их прибило волной. Потому что в тот день был северный ветер и прибило именно в те места, где нет дальше прохода. Ущерб это очевиден. То, что это ущерб, это очевидно окружающим среди всем живым организмам. Утки не подплывают, естественно рыбы, ну сами понимаете, вода заражена. Нет, это ущерб. Устанавливаются лица, причастные к имеющимся фактам нарушения природоохранного законодательства. По мере поступления всей необходимой информации прокуратуру города, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Виновных лиц привлекут к ответственности. Им грозит крупный штраф. Пробы будут отправлены сразу в две лаборатории – в Архангельск и в Северодвинск. Как отмечают специалисты, подобных случаев не было как минимум 10 лет.